Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник, студия Александр Семенов. Никакого преступного сговора не было, а убивать и вовсе не хотели. Таково мнение защиты. В Самаре приступили к рассмотрению громкого уголовного дела о разбойном нападении. На начальника полиции отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены Екатерины. Напомним, все произошло в ночь на 11 декабря прошлого года в поселке Смышляевка. На скамье подсудимых пятеро молодых людей. Среди них есть и девушка. Одному из нападавших грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Хронология событий в репортаже нашего корреспондента Павла Бымакова. Двое из пятерых подсудимых скрывают лица под масками. Один из них – Виталий Яранкин. Убийство и покушение на убийство двух человек вменяют именно ему. По версии следствия, именно 27-летний молодой человек топором нанес смертельные удары Екатерине Вашуркиной. Бил и Дмитрия, но тому удалось выжить. Умства на разбойном нападении не было. И сговора никакого не было. Те факты, которые представили нам следствие, органы предварительного следствия, я считаю, что это не доказано. В ту ночь, на 11 декабря, семья Вашуркиных вернулась со свадьбы. Заехали к тёще, затем домой в Смышляевку. По пути в магазин, где в первый раз и встретились со злоумышленниками, вспоминает Дмитрий Вашуркин. После непродолжительной беседы с нетрезвой компанией, рассказывает потерпевший, снова всели в такси и поехали дальше. Пять раз злоумышленников на своей машине двинулись следом до самого дома. Золотая цепочка на шее полицейского, по версии следствия, их и привлекла. Мой подзащитный был водителем. Непосредственного участия в этой бойне он не принимал. Непосредственного участия в разбойном нападении. Переквалифицировать действия 30-летнего военнослужащего контрактника Андрея Пермякова и тем самым добиться для него более мягкого наказания пытается его адвокат. Впрочем, что совершать тяжкое преступление не собирались, подсудимые заявляют в один голос. Я признаю в том, что я совершил разбойное нападение. А вот потерпевший Дмитрий Вашуркин даже спустя полгода после пережитого ужаса задается вопросом, зачем пришли, грабить или убивать. События той ночи, когда потерял любимого человека, помнят до сих пор. Все началось примерно в два часа, когда семья готовилась ко сну. Через окно и через дверь, которая выходит во двор моего владения, я увидел двух незнакомых мне людей. Это были 24-летний Эрнст Яцуненко и Виталий Яранкин. Позже к ним присоединился и Даниил Елтышев. Общение с незваными гостями вскоре переросло в драку, которую, по словам Дмитрия Вашуркина, начали они сами. Затем полицейского и его жену завели обратно в дом и уже внутри продолжили жестоко избивать руками и ногами. Убить, по версии следствия, решил Яранкин после того, как обнаружил среди прочих вещей служебное удостоверение, чтобы скрыть разбойное нападение. Я смотрю на него и вижу, как он стоит, смотрит на меня и с таким каким-то ехидцем, спокойствием и с какой-то удовлетворенностью улыбается, видя на то, что я лежу уже в луже крови. У меня еще промелькнула такая мысль, как-то не люди, что ли, я не знаю. 33-летняя Екатерина Вашуркина от побоев и смертельного удара топором по голове скончалась на месте. Дмитрий Вашуркин также получил удар лезвием по затылку, но смог выжить. Лишь на следующий день он очнулся и вызвал полицию. После этого мужчина перенес несколько сложнейших операций. А вся компания, включая пятую подсудимую Кристину Чистякову, которая все это время сидела в машине, после преступления забрав деньги и украшения всего примерно на 40 тысяч рублей, скрылась. Кристякову предъявлено обвинение в совершении укрывательства особо тяжкого преступления. То есть после совершенного преступления она предоставила свое жилище, была попытка уничтожить одежду со следами крови, а также похищенные вещи. В глазах у всех подсудимых небольшой страх перед наказанием. Раскаяние может быть. Кристина Чистякова признает вину полностью, все остальные частично. Наказание суд определит по тяжести содеянного, вплоть до пожизненного лишения свободы, грозит Виталию Яранкину. Кроме того, Ольгой Нефедовой, матерью погибшей Екатерины, ему предъявлен иск на возмещение морального вреда в сумме 3 миллионов рублей. Допросить подсудимых планируют на следующем заседании. Дмитрий Вашулькин требует для подсудимых самого сурового наказания. Сам он тем временем снова приступил к выполнению служебных обязанностей в должности начальника полиции города Отрадной. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Собака друг человека, а иногда и помощник даже в нелегкой службе. 21 июня, день кинологической службы МВД России. Накануне праздника в центре кинологической службы областной полиции устроили экскурсию и показательные выступления для школьников. Команды исполняются, а закладки взрывчатых веществ найдены. В этом убедилась и наша съемочная группа. Инспектор-кинолог Надежда Баканова и ее верный друг и напарник лаборадор Янки проводит экскурсию для школьников по кинологическому центру. Рассказывает о службе собачьей на благо человека. У собаки приблизительный срок службы 8 лет в системе МВД. Потом либо решается вопрос, что он может дальше работать, и он может быть еще поработает. А бывает, что он уходит на пенсию, и кинолог его забирает себе домой. Ребятам показывают приемы задержания преступника и конвоирование. Работает немецкая овчарка – самая распространенная порода служебных собак. Спаниэль обнаружил закладку взрывчатого вещества в машине. Все это элементы каждодневной работы. Более 3000 выездов у нас уже на сегодняшний день. И около 400 уже результативных применений собак. Это положительно. Собак показал отходы преступника, подходы, или обнаружил вещи на месте происшествия. Такова статистика за 5 месяцев этого года. Служебная собака должна быть готова к любым проявлениям человеческих эмоций, действий, посторонним шумам. К примеру, Надежда специально тренировала Янки, чтобы он спокойно реагировал на воздушные шары. Был случай, что собаку приучали работать на высоте. И для этого кормили на шкафу. Чтобы они ничего не боялись. Потому что мы вот с Янки по поездам лазили. И по трапу самолета мы лазили. Мы с ним только на подводной лодке не были. Почему-то. Овчарка Акелла – собака уникальная. Знает команды на трех языках – русском, французском и немецком. Возможно, это тоже в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Преодоление барьера – зрелищный прием. Не всякий человек осилит то, что делает эта собака. Детям такая необычная экскурсия понравилась. Мне понравилось то, что собака проходила препятствия. Знает команды на разных языках. Ну и просто погладить собак, поиграть с ними для ребят – большое удовольствие. Возможно, познакомившись поближе со службой собачьей, многие из них тоже захотят стать кинологами. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Комфортная среда для каждого. Активисты общественных советов приступили к работе с жителями Самары. В списке самых частых заявок – ремонт внутриквартальных территорий. Установка детских площадок и просьбы помочь достучаться до управляющих компаний. В одном из дворов, где совместными усилиями решается любое дело, побывала и наша съемочная группа. Еще месяц назад на этом участке были горы земли и глины. После ликвидации коммунальной аварии в ноябре прошлого года рабочие грунт не разровняли. К решению вопроса подключилась управляющая микрорайоном. После звонка коммунальщикам работа началась. Я объяснила, что это жители попросили на следующий день. Здесь работала техника, то есть разровняли все, завезли чернозем. И предложили они нам засеять все травы, чтобы восстановить зеленый покров. Но посоветовавшись с жителями по адресу заводской шоссе 40, они сказали, травой мы не будем засевать, давайте мы проведем работу по благоустройству. Теперь здесь развернута огромная клумба. Семена и саженцы принесли активные жители. И сами вместе с общественниками принялись за работу. Свой вклад внесла и управляющая компания. Выделили краску, чтобы обновить лавочки. Такой подход активные собственники оценили. Как мы, наверное, сейчас слышим, у нас губернатор, что нужно ближе быть к людям. Вот это очень хорошее начинание. Я бы сказала, что это очень хорошо влияет не только на нас общественно, но и на жителей. Так как у нас вот эти образовались общественные советы, коррадиционные советы. И очень повезло нам то, что вот у нас эти управляющие есть теперь микрорайоном. У них больше власти. Общественные советы должны помочь в решении вопросов на местах. В том числе во взаимодействии жителей и управляющих компаний. Екатерина Алексеева, Николай Епифанов, СТВ Мокнут в очереди на капитальный ремонт. В Самаре большое количество жилых домов с протекающими крышами. Однако ремонт кровли запланирован через 5 или 10 лет. Как ускорить проведение работы и сделать их дешевле? В нашем специальном репортаже. Переехали жить на чердак. Этим летом жителям дома по улице строителей 10 не везет с погодой. Дожди идут почти каждый день, а крыша дома протекает. Чтобы вода не попала в квартиры, люди порой ночами дежурят под кровлей, меняя ведра и корыто. Теперь с этими тазами бегаем, ночью выливаем, утром выливаем, когда дождь. Рыть понемножку, понемножку, где ведро, где пол ведра. А ведь на весь день уйдешь на работу. А тут ведь зальет все. Капитальный ремонт в доме запланирован на 2025 год. Но, по словам жильцов, они не могут так долго жить в постоянном страхе за свое имущество. Выходом из ситуации может стать создание жителями собственного специального счета. Таким образом, деньги, которые платят жильцы за капремонт, не будут отчисляться в фонд капитального ремонта. Люди смогут сами решить, когда им поменять крышу. Что дает спецсчет? Если у нас в программе капитального ремонта стоит капитальный ремонт дома, допустим, на 30-й год, а люди хотят сейчас сделать, выполнить эти работы, допустим, тот же ремонт крыши, значит, собственники, открывшие спецсчет, те средства, которые имеются на этом спецсчете, могут использовать для проведения капитального ремонта вот в этом году. Однако, что касается кровли, это заблуждение. Крышу можно сделать качественно и недорого, если использовать шифер. В 90-е годы материал незаслуженно забыли. А все потому, что строителям его труднее укладывать по сравнению с новыми кровельными материалами. Но плюсы шифера раскрываются во время эксплуатации. Преимущества нашей продукции, шифера, такие, как долговечность. То есть, его срок службы минимум 25 лет, но мы знаем, если даже посмотрим рядом с стоящими домами, до 50 лет стоят кровли из шифера. Вторая – это цена. Цена на шифер значительно дешевле. Хорошее качество нашего продукта – это звукопоглощение. Вы все помните и можете даже обратить внимание, что при сильном ветре и дожде практически не ощущается шума в кровле из шифера. Также у шифера низкая теплопроводность. Весной с такой крыши не будет лавинообразных сходов снега, что безопасно для прохожих. Кроме того, шифер не горюч. Сейчас интерес к этому кровельному материалу в России возрождается. В прошлом году производство шифера выросло на 16% по сравнению с 2015 годом. Все больше строительных компаний и обычных граждан ценят этот кровельный материал за его незаменимые качества. За большой вклад в развитие региона губернатор Николай Меркушкин вручил государственные награды в числе лауреатов, медики, работники сельского хозяйства, деятели культуры и другие специалисты. Все те, кто отдал большую часть своей жизни своему любимому делу. Подробности далее. Несколько десятков лучших людей региона. Среди награждаемых Сергей Филиппович Соколов, директор театра юного зрителя «Самарт». Награжден знаком отличия за заслуги перед областью. Служит искусству с самого детства. Первую свою роль сыграл в 7 лет в драмтеатре города Курска. После школы знаменитая «Щепка», затем служба в Самарском театре драмы, тогда еще не академическом. В нем Сергей Филиппович отработал 10 лет. Всю остальную часть своей жизни актер посвятил Самарту. Пришел туда в 78-м, а с 89-го возглавил. При нем труппа завоевала множество наград, в их числе две золотые маски. Впереди открытие нового корпуса театра и новой постановки. Важно сейчас освоить это новое замечательное пространство, которое, я думаю, в будущем будет будущими поколениями, будет освоено и приумножено. Также указом президента, орденом мужества, посмертно награжден наш земляк майор Александр Зайцев, погибший в результате катастрофы самолета Ту-95 в 2015 году. Награду Николай Меркушкин вручил вдове героя Ассе Фаридовне. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на то, что каждый из собравшихся занят в своей профессии, делает одно общее дело – трудится на благополучии губернии. Я хочу каждому из вас выразить слова благодарности за ваш труд, за вашу работу, каждому выражать здоровья, успехов, успехов вам, успехов нашему родному краю, успехов нашей родной чизы. Всего в этот день награды получили больше 30 человек. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, СТВ И о других не менее важных событиях в нашем коротком видеообзоре. В России дорожает гречка. Тонна прибавила в цене сразу на 1355 рублей и теперь стоит 29 585 рублей. Еще недели раньше рост составил 530 рублей. Напомним, три года назад цена гречи в розницу выросла почти на 30%. В 2014 году ритейлеры получили уведомления от поставщиков о повышении закупочных цен и о возможных срывах поставок. Нынешний рост эксперты называют необоснованным, ведь запасов в стране достаточно. Самарцы чаще всего пользуются автобусами. За год пассажиров на рейсах стало больше на 14%. Кроме того, заметно увеличился процент тех, кто предпочитает передвигаться на трамвае. Таких 22%. А в прошлом году было 18%. Таким образом, трамвай по популярности сравнялся с маршрутками. Аутсайдерами в списке остаются троллейбус и метро. Подземкой пользуются всего 1% жителей города. В следующем году россияне получат второй отпуск. Минтруд составил список выходных на 2018 год. Зимние каникулы продлят с 30 декабря по 8 января. А 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 9 марта и 2 мая. Еще выходные перенесут с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. Вот какие мини-каникулы получаются у нас в итоге. С 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая. А на День Победы будем отдыхать только один день, 9 мая. И еще отдыхаем с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября. Всего получается 28 дней, а это, по сути, второй отпуск. Мастерки снова соберут поклонников бардовской песни. Грушинский фестиваль пройдет с 29 июня по 2 июля. Там выступят как новички, так и звезды Олег Митяев и Александр Городницкий. Кроме того, традиционно со своим спектаклем приедут актеры театра на Таганке. На фестивальной поляне соберутся близкие и друзья Валерия Грушина. Пройдет и большой концерт в памяти поэта Евгения Евтушенко. Еще в прошлом году он приезжал на Мастерки и радовал слушателей своим творчеством. Кульминацией фестиваля, как и прежде, станет концерт на горе. В Грушинский фестиваль уже настолько вошел в самарскую жизнь и в историю людей, в нем живущих, что особо, мне кажется, не надо даже тратить время рассказать, что это такое. Вы все это прекрасно знаете. Это наш общий праздник, огромный, гигантский, семейный. Самарский триумф. Наши школьники вернулись в межрегионального фестиваля дворового спорта. Он проходил в Перми. Ребята соревновались в разных дисциплинах. Мини-футболе, баскетболе, волейболе, а также в нормах ГТО. Вместе с родителями юных чемпионов встречала и наша съемочная группа. Уставшие, но довольные. Эмоций не убавляет даже многочасовая поездка из Перми. Трофеи в руках, заветные кубки, также на шеях медали. Екатерина Болотина завоевала золото фестиваля. Она играла в футбол вместе с мальчишками в смешанных командах. Причем парням девушка ни в чем не уступала. Они пасовали партнером, но не пасовали перед соперником. Даже когда сил совсем не оставалось. Мы играли мальчика-девочка. У нас одна игра была сложная только. И то мы уже устали немного. Мы сдавали одновременно ГТО и играли в футбол. Было немного сложновато. Наши ребята уже не первый раз принимают участие в фестивалях дворового спорта. Это не профессионалы. И для них это больше физкультура и саморазвитие. Спорт, но больше как развлечение. Я профессионально не углавляю спорт. Как для себя и все. В спортивном фестивале соревновались школьные команды со всего Приволжского федерального округа. И несмотря на большую конкуренцию, самарцы показали свой уровень. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ У меня же на этом все. Далее программа абзац и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта. Георгия Лиманского, гс.лиманский.ру Читайте наши новости в социальных сетях, в группах СКАТО СТВ Самара. Заходите на сайт телекомпании. А я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok